КОНИЧУА, ДРУЗЬЯ, СЕГОДНЯ ПОСМОТРИМ НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ТАНКИ Да, наверняка вы могли их уже видеть у других вододелов, или может быть сами уже на них играли Но я просто хочу поиграть сам на них и поделиться с вами впечатлениями Итак, начнем с 10 уровня, в принципе танчик очень неплохой, не буду сильно вдаваться в характеристики Скажем так, башня хорошо бронирована, но правда по характеристикам все-таки 132 мм не так уж и много Но меня не все пробивали, и в общем башней можно танковать, к тому же она такой округлой формы Чем-то танк смахивает на Леопарда, приплюснутого такого, довольно красивый танк Но все же чем-то он немного все-таки похож на немецкие танки Итак, карта у нас Тундра, никаких модов у меня конечно нету Ну потому что пока что наверняка они не вышли, если вышли их долго искать Графика у меня на максимуме, кроме размытия я убрал То есть этот эффект мне не нужен, он сильно просаживает фпс Ну можно еще растительность убрать, потому что она тоже особо ни на что не влияет Ну хотя без нее как-то не очень красиво, пускай будет на средней Итак, пойду наверное налево, редко я туда еду И вот хочу попробовать У танка хорошие углы вертикальной наводки и плюс еще отличная точная пушка И в принципе танк довольно быстрый, хорошо набирает скорость, маневренный В общем, я думаю в классическом таком СТ-шном стиле на нем можно будет играть Хороший движок, видно что танк сразу быстро набирает скорость Это очень просто радует Итак, батчат у нас куда-то вперед, поехали, может быть он подсветит Так, 13.90 Да, без зуммода, конечно, не очень удобно Так, едет Ягдпанзер Е100 Не хочу сейчас просто ехать сливаться Лучше немного подожду, посмотрю, что и как тут Так, неплохо Вафля досталась, сразу отхватила она со своей башней и барабаном О, и у нас там светляк прорывается просто к вражеской базе Я даже не вижу, что за танки там стоят без модов, конечно Печально Ну, что поделаешь Долго их сейчас искать, неизвестно, какая у них совместимость, ну, то есть с прошлой версией, как они нормально работают Так, опять вафля высунулась 390 Альфа-Страйк, очень хороший, перезарядка 6.9 Я взял два ремкомплекта Большой и маленький, потому что там Ремонт у меня не прокачан И не хотелось бы попадать в такие ситуации, когда тебе сбивают гусеницу и ты просто ничего не можешь сделать Лучше пускай две ремки будет Хотя я хотел взять сначала премиум расходник, ну, то есть там, не помню, как он называется Дает 10% ко всему там Так, поеду вперед Надо уже эту вафсу добирать Ну, по первым впечатлениям, вроде как танк неплохой Вряд ли он, конечно, будет там прям всех нагибать Хотя в умелых руках вполне возможно Главное, что его отличает от немца Это то, что он, во-первых, по силуэту поменьше Во-вторых, он по броне получше Особенно башня у него хорошо бронирована Вот вы можете видеть скорость Ну, может быть, танк и быстро ее набирает Но, по-моему, средняя скорость небольшая, насколько я могу сейчас видеть Не смотрел в характеристики Не хочу в них особо обращать на них внимание Потому что не считаю, что прям Главные характеристики Считаю, что нужно смотреть именно, как танк проявляет себя в бою Ну, конечно, характеристики, они тоже важны Так вот он и видит Просто не привык стрелять без этого Без зума О, 268-й кормой стоит, похоже Ну, вроде отличная точность Особенно радует то, что Перезарядка быстрая Ну, в целом, я думаю, танк порадует Любителей СТ-шек Может быть, кто-то даже будет качать его Даже несмотря на то, что есть Леопард Но, например, многим игрокам понравился Леопард И они говорят, что этот танк на него чем-то смахивает И он лучше Но я лично Вот по моим личным ощущениям Я, конечно, на Леопарде не играл Но мне кажется, что этот танк Он получше, чем Леопард Потому что Все-таки хоть какая-то броня есть И не происходит такого, что Вас просто разбирают Там стреляют с любого расстояния И легко пробивают тут И рикошет Бывает чаще От такой башни Округлой То есть это что-то такое Типа смесь немецкого танка Современного, по-моему 60-х годов И смесь советских танков Ну, это, конечно, так Сравнение, может быть Не самое лучшее Но все же Немного настрелял 2.800 Можно и лучше Графика вроде бы стала покрасивее Если хотите Могу показать вам размытие Никто не видел Пускай будет тоже Посмотрим на него Я думаю, лагать не будет сильно Вот даже тут в ангаре Вроде как можно Или оно все равно не включается Ну, сейчас в бою посмотрим Давайте на 9 уровне прокатимся Вот такой вот танк Необычный Посмотрим, что он из себя представляет Я слышал, что кто-то говорил Что он на пата На чем-то смахивает Ну, посмотрим Да, надо было, конечно Посмотреть бронирование Ну, да ладно Возможно, вы его видели Да уже, в принципе Я думаю, многие играли Вот такое вот размытие Но, как мне кажется ВПС пожирается Довольно серьезно Я не думаю, что Игроки, которые В первую очередь Нацелены на результат Будут Включать этот эффект Ну, я лично его выключу Да, может быть красиво Ну, конечно При записи Стоит отметить Что все-таки Нагрузка на компьютер Идет серьезная И вот Может подлагивать Подлагивать чуть-чуть Из-за этого Поэтому такие Мощные эффекты Лучше Выключать При записи А в игре Может быть и нормально Будет Если у вас Мощный компьютер Итак Смотрим скорость Скорость Средненькая Паттон он По-моему Гораздо быстрее Ну, по виду Было видно Что Танк такой Какой-то Большой Можно сказать Неповоротливый Ну, то есть Мне сразу Даже На первый взгляд Было видно Что он не будет Особо быстрым Хотя, кто знает Сейчас разработчики Конечно Там преподносят Сюрпризы Ну, то, что Танк высокий Это хорошо Это мне нравится Можно было На К1 Поехать Но Туда никто не едет Кроме ФЦМ Конечно Карта Не самая Такая Веселая Ну, ладно Поеду туда К ФЦМ Чтобы Вы Не скучали Все-таки Никто не любит Стоявого Я думаю А, кстати Вот на этот Танк я поставил Онигири На такой вот Расходник Я даже не знаю Что это такое Надо загуглить Ну, да Динамика Не ахти Конечно Так Видно, что Сразу Нашему ФЦМ Досталось Ой, там Три СТ Кто сюда На помощь едет Е-75 Ну, вот Е-75 Еще может Помочь Так 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 Спомол Еще нужно Ну, конечно Такое ощущение Что сведение Какое-то Долгое Или мне кажется Но Дамаг радует Альфа-страйк Хороший Арты Тут нету Так что Можно не беспокоиться Е-75 Е-75 Его уничтожает И в принципе У нас тут преимущество Могу в кусты засесть Плюс у этого танка Хороший обзор Насколько я помню По-моему 400 метров Плюс я поставил Это просветленную оптику И в общем-то В общем-то Нужно ехать Вперед Потому что Блин Как-то Непонятно Где они там Засели В кустах Не хотелось бы Умирать Ну тут уже бой Просто Слишком быстро Закончился Вот это Глюк какой-то Был Или мне показалось Так Отлично Ну Перезарядка В принципе Не такая уж и плохая Так Вы это видите Я не знаю Что это такое Ребят Какие-то Какие-то Глюки Тут пошли Видимо Еще разработчики Не допередили До конца В общем-то Это В общем-то Это не очень хорошо Но все-таки Тест И Ничего страшного Так Я его не пробил Наверное В башню случайно Попал Нужно его добирать Уже Кто-то ему Накинул Там просто Его Союзники Прикрывают Ладно Все Момент Настал Кто-то Издалека Стреляет Это 54 Ну Альфа Страйк Не хватит Меня Уничтожить И опять Такие Глюки Пошли Я никаких Модов Не ставил Друзья То есть Я не знаю Почему Это чистый Клиент То есть Вот Я скачал Игру Но Видимо Еще Конечно Там Разработчики Замутили Много Всего И просто Кое-какие Небольшие Небольшие Недочеты Есть Может быть Это только На этой Карте Я не думаю Что Прямо Прямо Везде Такие Небольшие Баги Но они Как бы Играть Особо Не мешают Просто Какие-то Баги С тенями Может быть Это у меня Только На моей Системе Видеокарта У меня Мощная GeForce 580 GTX Или как Там Я не помню Уже В общем Ну вроде Ботанчик Неплохой Но мало Подамажен Брони У него Никакой Нету Это Печазно Честно говоря Мне казалось Что У Японца Десятого Уровня Броня Башни Получше Будет Ну Спасает Только Форма А так Номинально Всего 132 Миллиметра Брони Это как-то Маловато Тип 61 Ну так Вроде Танчик Неплохой Я Не могу Сказать Что он Интересный Прям Для меня Вот Десятый Он мне Больше Понравился Этот Какой-то Медленный И Большой И плюс Еще Брони Особо Нету Похоже Это Конечно Печально Плюс Средняя Скорость Небольшая ХП 1700 Ну Не знаю В принципе Неплохо Я думаю У некоторых Танков Еще меньше И в общем Хоть ХП Добавили Нормально В общем-то Танк Неоднозначный На первый взгляд Так Кто-то Пишет Отвечу Ну и Давайте На восьмом Уровне Покатаемся На этот раз Посмотрим На характеристики Такой Забавный Пулемет Поставлен На Крыше Башни И Такая Пушечка С дульным Тормозом Как у Фоши 155 Забавный Танк ХП Опять же Вроде бы Довольно Много 1450 Средняя Скорость Небольшая Это Честно говоря Меня это Не радует А у 10 У 10 53 Тоже Небольшая Видимо Все Ипошки Такие Немного Медленные Ну В принципе Это Компенсируется Тем что Хорошие Углы Вертикальные Наводки Это Конечно Плюс Но По моему Мнению Лично Я считаю Что Все Таки Хорошие Угловертикальные Наводки Они Хороши Для Танков С крепкой Башней А если Башня Не крепкая То Не очень Сильно Помогает Ну Конечно Вы можете Немного Высунуться Там Стрелять Из-за Укрытий Из-за Гор Из-за Холмов Но Вас Могут Легко В башню Пробить Хоть Ее И сложнее Будет Выцелить Чем Целый Танк Итак Восьмой Уровень Попадаем На карту Западарья В топ Танк Называется СТА 1 Он Чем-то Смахивает На Паттона Вот он Похож на Паттона Чем-то Только Чем-то Он такой Немного Знаете Смесь Французского Танка С Американским Надеюсь Пушку ТАТОП И поставил Вроде Альфа Страйк Тут 240 Пробитие 218 Ну неплохо Я так понимаю Что танковать Мне Туда вниз Нету Смысла Ну ладно Давайте Давайте Поедем Сюда На С1 На балкончике Наверное Смысл Теста Стоять Нету У нас Уже Своего Убивает Ну это В принципе Нормальная Ситуация В ДД Теста Давайте Немного На балкончике Постою Все-таки Никто Туда Не поехала Довольно На хорошее место Нужно Все-таки Просвечивать Центр Вдруг Какой-нибудь Пазунчик Проберется Да Танк Конечно Не очень Быстр Это Заметно Но Посмотрим Углы Да Пушка Очень Хорошо Гнется Это Отлично Так Т-34 Рикошет Похоже Стоит У меня Сейчас Японская Озвучка Ну то есть Озвучка Всех Наций Но я Играю Правда Без Звука Да Альфа Страйк Побольше Конечно Было бы Гораздо Лучше Там Хотя бы 320 Это было бы Отлично Ну по первому Ощущению Вроде как Точность Неплохая Так Исушка Немного Покрасить Просто Охота Что-то Прям На таком Картонном Танке Я думаю Особого Смысла Нету Куда-то Рашить Нету Ни брони Ни Ни скорости Я думаю Танк Ну вот В первую очередь Предназначен Именно для Того Чтобы там Стрелять Из кустов Светить С помощью Своего Хорошего Обзора Не думаю Что он Так Отлично Не думаю Что он Предназначен Там Для Раши Для того Чтобы Продавливать Какие-то Направления Так Исушка 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 Сейчас Светляк Может быть Отсветит Отлично Прямо В башне Чири Чири Это по-моему Седьмой уровень Исушка Т69 Поехал В атаку Ну видно Понизу У нас Все-таки Продают Там В кишке Эти танки Не видно В общем-то Я думаю Отсюда Хорошо Можно будет Сейчас Поснайперить И Позиция Вполне Неплохая То есть Я думаю Я правильно Сделал Все равно Без брони Я бы там Не смог бы Долго прожить Так Отлично 218 Пробитие Конечно Для Восьмого Уровня Радует Это Очень Хорошо Так 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 А Увидели Меня Да Тигр Он Конечно Попал С своей Пушкой У меня Остался И один С Ортой Да Блин Что такое Почему Я его С первой Не засветил Сейчас Может Буратос По мне Выстрелит Отлично Ага Вот он Тигр Да блин Что такое И Буратос Мне Сейчас Не Поможет Так Один Промазал Ну Все Похоже Ну Я Сделал Все Что В моих Силах Еще Разок Может Выстрелить А Все В принципе Думаю Не так уж Плохо Сыграл Ну По моему Мнению Конечно Может Кто-то Со мной Не согласится Но Для Такого Танка Это Оптимальная Тактика То есть С Такой Броней С Такой Скоростью Но С Обзором А Извините Обзор 390 Я думал 400 А 400 Это У Девятого Уровня А потом 410 У Десятого Но Тоже Очень Хороший Обзор Просто Отличный Можно Сказать Ну И Давайте На седьмом Уровне Прокатимся Танк Под названием Тип 5 Чири Можно Тут Поставить Два Орудия Одно Орудие С Барабаном На Три Снаряда А Второе Орудие Без Барабана Но С такими Характеристиками 155 Пробитие Это Седьмой Уровень 186 Голдой Ну Честно Говоря Как-то Как-то Не очень Не впечатляет Плюс Средний Урон 130 Это Мало Как-то Но Хорошая Скоростреленность Разброс 0.35 И Время Сведения 1.7 То есть Точность Вполне Неплохая Обзор Неплохой Но Конечно Корпус Опять же Огромный Картонный И Это Все Довольно Печально Вот Кстати Такой Забавный Чувак В очках Японец Томо 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 Хируяма Надеюсь Будет Точно Наводить Нам Орудие А то В очках Конечно Плохо Целиться Возможно А может быть И нет Так Камарин Еще Одна Веселая Карта В общем То Я тут Всегда Почти Вот С этого Респа Еду Налево С того Респа Я тоже Еду Налево Ну то есть Если смотреть С моей стороны Да Конечно Честно Говоря Габариты Этого Танка Меня Просто Как то Короче Мне они Не нравятся Это просто Слишком Перебор С такими Габаритами Для СТ С такой Скоростью С такой С броней Так Превращает Этот танк Наверное Максимум Какой то Наверное Огневую Точку То есть Я не думаю Что на этом Танке Опять же Можно будет Идти в атаку Нормально Хотя Может быть Благодаря ДПМ Можно будет Разбирать Одна секунда Между выстрелами Ну кто то Считает Что барабан На этот танк Глупо ставить Возможно Так оно и есть Но попробовать Стоит Хотя бы Для первого Раза Сюда Что то Никто Не поехал Как немного Видно Совсем Чуть Чуть Т44 Стал Принципе Грамотно Спрячемся За камень От греха Подальше Ну блин Добить Добить Да Тигр Тигр у нас Вперед Поехал В атаку Все Все это Т44 Там стоит То есть А44 Извините Не ошибся Чаффи Ну тигр Зря Конечно Туда Высовывается Там ПТ Засели В принципе Наши Хорошо Справились На центре Карты Блин Тигры Как быстро Просто Тут Кто его Так Мог Быстро Убить Блин Я даже Голдовых Снарядов Не взял 133 А 155 Ну 155 Еще Терпим Похоже Меня Засветили Даже А44 Не пробивали Может Быть Арта Поможет Он что-то Там Стал Прям Сейчас Подсвечу Ее Блин Две Арты Должны Накинуть Не забывайте Подсвечу Это Подсвечу Ну конечно альфы больше Давай арта Да арта конечно у нас не работает Так отлично он промазал Ладно все конечно Ну этот танк слабенький Откровенно мне не понравился Опять этот баг Хотя конечно с голдой было бы попроще Ну опять же хп вроде бы довольно много для среднего танка Хотя бы это плюс Плюс обзор еще И вот с этого может быть придется играть Ну и шестой уровень Танк под названием Тип 4 ЧИТО Давайте поставим на него Так обзор 360 метров Забыл прокачать Извините давайте быстренько Это сделаем Тоже интересно что за танк Надеюсь быстро кинет Я думаю сейчас Их тестируют И должны Быстро кинуть в бой А то бывает приходится долго ждать Что тут за пушка Для шестого уровня А все та же пушка Ну до шестого уровня Это еще не так уж плохо Это не критично Но Честно говоря Для седьмого уровня Эта пушка Ну как то это Несерьезно По моему мнению Может быть кто то со мной не согласится И пробитие слабенькое И урон А на ДПМе Конечно Только не выйдешь Да и наверное Барабан Все таки это лишний На этом танке Вот так для Теста Интересно было посмотреть Опять же Максималка небольшая 45 всего ХП 820 Ну неплохо Скорость поворота Всего 30 Так А сколько тут Время сведения Небольшое Значит стабилизатора Лучше Стабилизатора Тут нету Пускай тогда Будут Приводы И Сюда еще наверное Ну ремку Хотя я сначала аптечку ставлю Потом ремку сюда Ну и сюда наверное Пускай будет Еще одна ремка Хотя нет У меня же это Такой Из под кустовой будет Из под кустовой Тактика Оборонительная Потому что я не знаю Как на этом танке По другому Можно будет играть И Давайте Пойдем Пойдем В атаку В бой Так Шестерок У нас 16 штук Подождем Максимум 30 секунд Если не кинет То лучше Не будем Ждать 266 Игроков Да Похоже Не кинет Но я не думаю Что этот танк Там сильно Отличается От чинука И Возможно То же самое То есть Кто его видел Наверняка Наверняка Отличий Особо не увидит А вот Все таки Кинули Нас В бой Карта Рудники Ну вот Пока что Впечатления От новой Ветки Такие Скажем так Не совсем Позитивные Ну вот Танки 9-го 10-го Уровня В принципе Мне понравились Восьмой Ну как понравились Десятка Хорошая Девятка Такая Средняя Восьмерка Ну так Нормально И Семерка Мне вообще Не понравилось Шестерка Сейчас посмотрим Но Если это Чинукай Ну то есть То же самое То Конечно Это плохо И У нас Тут Тоже Голды Я не взял Ну да ладно Я думаю Для Рядового Игрока Даже Интересней Будет Посмотреть Как этот Танк Себя Проявляет В обычных Условиях В условиях Без голды Без Особо Каких-то Расходников Ну да конечно У меня тут Премиумные Расходники Ну Я думаю Это Ой-ой-ой Да Вот это Вот это Зря Вот это Зря Зачем Они тут Кусты Убрали Это Такое Хорошее Место Было Главное Там Кусты Есть Но тут Есть Кусты Вон Куст Но После Выстрела Вы не Уйдете В сейв Сразу Честно Говоря Меня это Печает Вот это Конечно Изменение Было Лишнее То есть Для чего Зачем Это Нужно Было Делать Я не Знаю Ой Блин Че так Повисло Надеюсь Там Запись Нормальная Все С ней Так 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 Давай 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 Сдавай О Интересно Арта Засветилась Нужно Ее Снимать Отлично Hellcat Стоковый Забыл Модуль Поставить Зачем Нужны Они Так 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 Ну Конечно С другой Стороны С барабаном Я не знаю Наверное На седьмом Уровне Там Перезарядка Секунды Две Где-то Так Так Что Может Быть Там Барабан И Понадобится Так Отлично Блин У меня Там Компьютер Просто Даже Когда Я в Это Играю В Самые Современные Игры Он Так Не Жужжит Не Ну Я Ничего Не Имею В При записи Как-то Записываешь Такое Вот Происходит Отлично Минус У нас Устой Игрик По ней Я Должен Попасть Да И у Нас Как-то Сливы Идут Сливаются Чуваки Но Не Все Вот Альфа Была бы 200 Было бы Вообще Просто Зачетно А с Такой Альфой Он Что Он Проехал И Я Ему На 100 Кинул Ну Ничего Страшного Подумаешь На 100 Кто-то Кинул Какой-то Японский Танк Ничего Серьезного Конечно Можно Сказать Что Ну Чет Встал Тут Где-то В атаку Но С такой Скоростью С такой Броней Я не знаю В топе Еще может быть Там Но Против Семерок Ну Даже В топе Идти в атаку На таком Танке Я считаю Нецелесообразно Слишком Слишком Много Недостатков Для того Чтобы Идти нам В атак Ну Конечно И плюсы Есть Но Их Не так Уж И много Для того Чтобы Рашить Конечно Плюсы В основном Я имею ввиду Нацелены На то Чтобы Нам издалека Вот так вот Стоять И расстреливать Всяких 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 Hellcat Пойду в атаку Ну По ощущениям Это точно Не будет Танком Каким-то Нагиба Это будет Танк Такой Для Проходной Грубо говоря Ари Готов Всем Кто Смотрел Надеюсь Такое Вот Видео Летсплейчик По Новым Японским Танкам Вам Понравился Мое Мнение Что Некоторые Экземпляры Неплохие На них Можно Покататься Например СТБ-1 Или ТИП-61 Но Остальные Танки Они такие Средненькие Ну В общем Удачных Вам боев Друзья Надеюсь У вас Все Будет Хорошо Пока Пока